Здравствуйте, я на Stroma771. Сегодня в рамках проведения тестирования антивирусных продуктов с настройками по умолчанию будет тестироваться антивирусное решение китайских производителей Hieron Internet Security версии 5.0 Beta. Разработчик Hieron Security. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10 64 бита профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины процессор FX8 350, 16 гигабайт оперативная память, 120 гигабайт SSD. Перед установкой антивирусного комплекса территория компьютера проверяется на наличие каких-либо опасных элементов до выполнения тестовых мероприятий. Zeman Antimalwa. Каких-либо опасных элементов на территории компьютера не находит. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Malwaibytes Antimalwa. Версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Каких-либо опасных элементов обнаружено не было. Приступаю к установке антивирусного решения. Данное антивирусное решение поддерживает все операционные системы. Двигатель Cobra является разработкой Heron. Запатентован. В качестве особенности данного решения можно отметить малый размер и максимально малый размер антивирусных баз до 5 мегабайт, который включает все возможные вирусные заражения. Установлена версия 5.0.16.1. Актуальна на текущий момент. Опции оставляю по умолчанию. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленных зловредных элементов в архиве. Загрузка. Сохранение в директорию загрузки. Архив сохранен. Выполняю распаковку. Ввожу пароль. В процессе распаковки появляется предупреждение от антивируса о обнаружении опасных элементов. Обнаружение и удаление опасных угроз продолжается даже после завершения сканирования. Тем не менее я выполняю принудительную пользовательскую проверку. Завершается сканирование. Были обнаружены угрозы. 308 элементов. Выполняю очистку. Завершается обработка. Выполняю еще одну контрольную проверку. Более угрозы не обнаружены. Проверяю количество объектов внутри директории. Новые энкодеры. Тейп 1. На остатке 17 элементов. Это объекты, которые с большей вероятностью могут запускаться среди Windows 10 64 бита. Тейп 2. На остатке 5 объектов. Бэкдо. На остатке 18 элементов. Черви. 17 объектов. Вирусы. 56 элементов. Троян. 986 объектов. Рансом. 92 элемента. Эксплойт. 2 объекта. Троян крипт. 80 элементов. Малва. 227 объектов. Руткит. 4 элемента. Ботнет. 2 объекта. Приступаю к загрузке в режиме реального времени оставшихся элементов. В связи с тем, что количество объектов очень большое, элементы будут запускаться выборочно. По крайней мере в тех директориях, где их очень большое количество. Начиная с новых энкодеров. Первая директория. Тейп 1. Энкодеры. Объект 2. Запуск от имени администратора. Появляется в памяти, анализируется. Определён как Троянваре в N32 инжекто. Присутствует. Объект 7. Появляется в памяти, анализируется. Определён как Неизвестный. Второй объект был выгружен из памяти и удалён из директории. Объект 23. Появляется в памяти, анализируется. Определён как Неизвестный. Объект 24. Появляется в памяти, анализируется. 23-й был выгружен. 24-й определён как Неизвестный и пока присутствует в памяти. 23-й удалён из директории запуска. 28-й элемент. Появляется в памяти, анализируется. Определён как Бэкдо в N32 нано-бот. 24-й удаляется, 28-й выгружается. Объект 29. Появляется в памяти, анализируется. Определён как Неклассифицируемый Малва. Выгружается и удаляется. Элемент 30. Анализируется. Определён как Троянваре в N32 в Ви-Би-Энжект. Происходит проброс процессов. Элемент пока остаётся в памяти. 31-й элемент. Анализируется. Неклассифицируемый Малва. Присутствует. 28-й, 31-й из памяти выгружаются. 31-й удаляется также из директории. 36-й элемент. Появляется в памяти, анализируется. Стартует в виде двух процессов. Определён как Неизвестный. Объект 37. Появляется в памяти, анализируется и выгружается. Объект 48. Анализируется. Определён как Неизвестный. 48-й из памяти выгружается. Из директории удаляется. 49-й объект. Анализируется. Определён как Троянваре в N32 ЧПАК. И через некоторое время выгружается. 57-й элемент. Анализируется. Троянваре в N32 Магнибер. Выгружается. 71-й объект. Анализируется. Троянваре в N32 выгружается. 74 объект. Анализируется. Неклассифицируемая молва стартует в двух процессах, пока продолжает присутствовать. Элемент 84. Анализируется. 3. Januar event 32. Timba. Выгружается. Объект 86. Последний в данной директории. Анализируется. Выгружается. Переходим в директорию Tape 2. Данные объекты с наименьшей вероятностью могут запускаться и корректно работать среди Windows 10 64 бита. Первый элемент. Появляется в памяти. Анализируется. Определен как неизвестный. Стартует консоль. Закрываю. Элемент выгружается. Объект 45. Предупреждение. Обнаружен опасный элемент. Опасная активность. Запрещаю действия. 45. Как неклассифицируемая молва присутствует. Объект 56. Невозможно запустить в данной операционной системе. Объект 72. Аналогично. Предупреждение. Обнаружена опасная активность Ransom. Необходимо выполнить очистку. Очистка выполнена. Объект 74. Невозможно запустить в данной операционной системе. В директории появляется файл SRV32. Пробую его тоже запустить. Объект сообщает о какой-то ошибке. И закрывается, выгружается. Следующая директория, к которой я перейду, это Ransom. Здесь 92 объекта и будет осуществляться выборочный запуск. Объект 1. Предупреждение. Ваш компьютер заблокирован. И предлагается оплатить на определенный номер телефона сумму в 500 рублей, где поступит код разблокировки. После снятия блокировки, часть значков работающих программ не активны. Тем не менее, программа продолжает функционировать. В памяти остается часть зловредных элементов, которые запускались, а также объекты антивируса появляются. Объект 2. Появляется в памяти, анализируется. Стартует ряд процессов. Появляется предупреждение о попытке внесения изменений. Блокирую. И у нас появляется еще одно предупреждение о том, что вход в систему заблокирован. Вновь предоставляется номер телефона и необходимо оплатить разблокировку, что естественно делать не следует. Вновь мне удается выйти из заблокированной системы. После возвращения значок антивируса отсутствует и по всей видимости опять выполняется блокировка. Плюс ко всему файлы пользователя подвергались шифрованию, что видно по значкам. После неоднократных блокировок и выполнения шифрования элементов, что мы видим на рабочем столе, дальнейший запуск опасных объектов я прекращаю, так как восстанавливать систему становится все сложнее. В автозагрузку помещаются файлы блокировки и при старте они блокируют вновь систему. Предупреждение гласит о том, что у нас зашифрованы все объекты и имеются файлы, которые могут разъяснить, что далее делать для восстановления файлов, инструкции прилагаются. Понятно, что это вымогательские действия. По данным комода Killswitch сейчас в памяти присутствует один опасный процесс, неизвестный элемент, подделка системного. Выполняю полное сканирование системы при помощи антивируса. В итоге антивирус зависает и не реагирует на какие-либо нажатия. Не стоит забывать, что версия данного антивируса бета и возможно также имеются какие-то технические моменты, пока еще не корректно работающие. Зависание. Выполняю рестарт системы. По данным комода Killswitch после рестарта в системе присутствует один опасный элемент, подделка системного, который располагается в памяти. Часть процессов не работает, антивирус запускается, находится в системе, но при попытке выполнить сканирование подвисает и фактически не работоспособен. Проверяем директорию для шифраторов. Архивы частично подвергались обработке. Видео объекты большинство зашифрованы. Документы частично зашифрованы. Музыкальные объекты также частично подвергались обработке. Изображения частично зашифрованы. Только некоторые форматы позволяют просматривать файлы. Таким образом шифрование состоялось. Выполняю сканирование системы при помощи дополнительных сканеров. Предварительно удаляю элементы из директории загрузки. Архив RAR зашифрован. Пробую удалить директорию. Она легко удаляется. Объекты какие-либо опасные из данной директории не работают и не загружаются. Тем не менее, я вынужден был отключить из автозагрузки несколько опасных элементов, которые блокируют рабочий стол для того, чтобы войти в систему. Заблокирован ранцом под цифрой 2, который при загрузке выполнял блокировку. Приступаю к сканированию. Одновременно запускаю сканер Hitman Pro и Malva & Bytes Anti-Malva. Версия корпоративная. Выполняется быстрое сканирование. Завершается сканирование. Hitman Pro находит на территории компьютера два опасных элемента, 314 следов. Работает и поступает на запуск из директории Program Dates Windows. Подделка системного CSRSS EXE. Trojan Ransom Win32 SHD. Библиотека поражена Trojan в директории Temp. И подозрительный элемент сервисный System32 Windows. Информации по объекту нет. Zimano Anti-Malva находит на территории компьютера один опасный элемент, который сейчас находится в директории. Program Date Windows поражен Trojan Win32 Multi-Generic. Завершается сканирование Malva & Bytes Anti-Malva. Пять опасных элементов наблюдает данная программа. Рансом в директории Program Date Windows. Trojan Inject в Local Temp библиотека. Процесс в памяти Ransom. Backdoor Bifros. Это ключ реестра. И Ransom ключ реестра. Сканирование антивируса так и подвисает, не может выполняться. Продукт не закрывается. Что касается проведенного тестирования. Hieron пытался обнаруживать опасные элементы при сканировании, при запуске в режиме реального времени. Большое количество объектов было заблокировано. В процессе запуска многие элементы также блокировались, выгружались. Тем не менее, из-за большого объема оставшихся опасных объектов, часть из них в итоге запустилась. Не были они определены как опасные. И успели выполнить зловредные действия. Работали троянные шифраторы. Как я понимаю, несколько объектов выполнило работу, судя по сообщениям. При попытке запускать Ransom запустились блокировщики экрана, которые пришлось выгружать для того, чтобы вновь вернуться в систему. В итоге запуск я вынужден был прекратить. Пользователю необходимо восстанавливать файлы. Поражены системные элементы. И для корректной работы необходимо потратить время на то, чтобы очистить компьютер. А многие файлы восстановлению уже не подлежат. Таким образом, по всей видимости, придется переустанавливать операционную систему, чтобы быть уверенным, что все работает корректно и не будет никаких ошибок. Антивирусное решение в процессе работы подвисало. Происходили зависания во время сканирования. А в итоге выполнить итоговое сканирование полное компьютера система не смогла. При этом компоненты антивируса шифрованию не подвергались. В директории нет объектов, которые бы были видоизменены. Но работа антивируса некорректна. Возможно, это связано с тем, что он является бета-версией. И в настоящее время ведутся работы по его совершенствованию. Таким образом, нельзя говорить о том, что данный продукт работает на 100% корректно в текущее время. Возможно, будут добавляться другие компоненты, меняться какие-то элементы во время работы. И качество обнаружения и работы продукта будет выше. На этом тестирование завершается. С вами был NoStromo771. Спасибо за внимание. До свидания.